Задание номер 18 из единого государственного экзамена по математике. При каких значениях параметра А корни уравнения имеют одинаковые знаки? Условие означает, что уравнение должно иметь несколько ненулевых корней и корни должны быть либо все положительные, либо все отрицательные. Для решения уравнения рассмотрим несколько случаев. Сначала рассмотрим случай, когда правая часть отрицательна. То есть первый случай, когда правая часть минус А квадрат плюс 2А плюс 3 меньше нуля. Вообще может быть три случая. То есть когда правая часть отрицательна, когда правая часть равна нулю и когда правая часть положительна. Первый случай, когда правая часть отрицательна. В этом случае нет решения. То есть данное уравнение не имеет вообще корней. Так и запишем. Нет корней. Почему? Потому что модуль, есть величина всегда неотрицательная. И модуль не может быть равен отрицательному числу по определению модуля. То есть в этом случае нет корней. Рассмотрим второй случай. Второй случай это когда правая часть равна нулю. То есть минус а квадрат плюс 2а плюс 3 равно нулю. Решим данное уравнение. Найдем корни. Для удобства умножим на минус единицу сначала. То есть тогда у нас получается а квадрат минус 2. Хотя можно было сразу через дискриминант. Разницы нет. Минус 2а минус 3 равно нулю. И теперь можно найти по теореме Вилета. Но кто не может тот находит через дискриминант или через D1. Находим по теореме Вилета. Корни получаются у нас минус 1 и 3. То есть получается а равно минус 1. Или а равно 3. Ну действительно произведение корней равно минус 3. А сумма равна с противоположным знаком коэффициенту при первой степени неизвестным. То есть получается как раз сумма будет равна 2, а произведение минус 2. То есть корни нашли. Далее. Теперь можно сразу было записать, что в данном случае у нас будет только одно решение. То есть почему? Потому что при фиксированном значении параметра а, Ну предположим мы выбираем например вот это значение параметра. А равно минус 1. И подставляем его вот в это наше исходное уравнение. Тогда получается, что при фиксированном значении параметра а данное уравнение будет иметь только одно решение. А нас это не устраивает. У нас должно быть несколько решений, причем они должны быть одного знака. Ну кто не заметил это, что будет только одно решение. Можно это расписать. То есть доказать это отдельно. Вот эти частные случаи рассмотреть отдельно. То есть получается тогда рассмотрим сначала случай, когда а равно минус 1. То есть если например кто-то не заметил, давайте это посмотрим. То есть предположим, если убедимся, что при данных значениях параметра у нас получается только одно решение. Предположим рассмотрим сначала первое значение. А равно минус 1. Тогда подставим это значение вот в это наше исходное уравнение. Тогда у нас получается модуль x минус, вместо a подставляем минус 1 в квадрате, равно минус, подставляем вместо a минус 1 в квадрате, плюс 2 умножить на минус 1 плюс 3. Далее, раскрываем скобки, тогда у нас получается модуль x минус 1 равно минус 1 минус 2 плюс 3. В принципе, в правую часть даже можно было не подставлять. Почему? Потому что мы уже нашли, что мы уже перед этим приравнивали правую часть к нулю и именно оттуда получили эти корни. То есть, получается, что при данных значениях параметра a у нас правая часть равна нулю. Мы еще раз в этом убедились отдельно. То есть, мы сейчас подставили и убедились, что правая часть действительно будет равна нулю. То есть, тогда у нас получается в итоге модуль x минус 1 равен нулю. Отсюда под модульное выражение равно нулю. То есть, x минус 1 равно нулю. И мы получаем, что x равен единице. То есть, действительно, при a равном минус 1 получается 1 корень. Ну и аналогично, раз уже все корни проверяем, давайте проверим еще и a равное 3. То есть, если a равно 3. Ну или, конечно, уже было понятно, что при фиксированном значении параметра a мы всегда будем получать вот в этом уравнении только 1 корень. Еще проверим a равное 3. Тогда у нас получается, при a равном 3 у нас получается x минус 3 в квадрате минус 9 равно нулю. То есть, вот при a равном 3 правая часть уже мы проверяли равна нулю. То есть, тогда у нас получается отсюда x минус 9 равно нулю. И отсюда получается только 1 корень x равен 9. То есть, при a равном 3 у нас тоже получается только 1 корень. А это значит, что нас это не устраивает. Потому что корней должно быть несколько и они должны быть еще и к тому же одного и того же знака. Итак, теперь перейдем к третьему случаю. И потребуем, чтобы правая часть была больше нуля. То есть, минус a квадрат плюс 2a плюс 3 должно быть больше нуля. Умножим на минус единицу. Получаем a квадрат минус 2a минус 3 меньше нуля. Потому что при умножении на отрицательное число знак меняется на противоположный. То есть, меньше нуля. И теперь решаем как угодно. Тут можно найти корни и решить либо по параболе, либо методом интервалов. После разложения на множители левой части разницы нет. Ну, предположим, что решим по параболе. То есть, что это значит решим по параболе? Это значит, надо посмотреть, где значения параболы отрицательны, а где они положительны. Для этого надо найти корни. Корни мы для данного квадратного трехчлена уже находили. Вот они. a равно минус 1 и a равно 3. То есть, сразу запишем эти корни. У нас тогда получается... Мы покажем сразу на числовой оси эти корни. У нас тогда получается минус 1. Минус 1. Точки выкалываем, потому что знак неравенства строгий. Минус 1 и 3. Минус 1 и 3. Ветви у параболы направлены вверх. А значит, у нас будет вот по краям плюс. То есть, парабола находится в верхней полуплоскости. Значит, квадратный трехчлен будет положителен. И между корнями у нас получается минус. Потому что значение параболы будет отрицательным. Нас устраивает там, где меньше нуля значения параболы. Это значит, нас устраивает промежуток между корнями. А это значит, что a обязательно должно быть в пределах от минус единицы до трех. То есть, третий случай соответствует вот такому интервалу. И далее, когда мы найдем все значения параметра a, которые удовлетворяют условию задачи. Мы затем должны выбрать только те, которые удовлетворяют вот этому нашему условию. Потому что это условие соответствует третьему случаю. Далее, теперь, после того, как выяснилось, что правая часть положительное какое-то число. То есть, модуль равен положительному числу. Вот эта правая часть по условию, вот по этому третьему условию, по третьему из третьего случая. Следует, что правая часть равна положительному числу. Но мы знаем, что если модуль равен положительному числу, то может быть два случая решения данного уравнения. Первый случай, это когда подмодульное выражение равно самому этому положительному числу. И второй случай, когда подмодульное выражение равно этому положительному числу со знаком минус. С противоположным знаком. То есть тогда у нас получается в третьем случае будет совокупность. То есть нас устраивает либо первый случай, либо второй. То есть получается или подмодульное выражение х-а квадрат равно самой правой части, то есть самому этому положительному числу, то есть минус а квадрат плюс 2 плюс 3 переписываем. То есть просто знак модуль опустили. И у нас получается без модуля вот это вот уравнение. Далее, либо подмодульное выражение х-а в квадрате равно правой части со знаком минус. То есть получается меняем знаки на противоположную правой части. Тогда у нас получается а квадрат минус 2а минус 3. То есть у нас получается вот такая совокупность. Как мы уже выяснили, что при фиксированном значении параметра а, каждое из уравнений дает нам единственное решение. Это значит получается, что первое уравнение даст нам один корень при фиксированном значении параметра а, и второе уравнение даст нам второй корень. Поэтому сразу, когда мы сейчас выразим х из первой и х из второго, мы сразу отметим, что из первого будет найдено, предположим, х первое, то есть первый корень, а из второго х второе. То есть из первого можно сразу отметить, что x первое здесь обозначим. Первый корень через x первое. Почему? Потому что мы уже выяснили, что при фиксированном значении параметра a у нас получается, что каждое из уравнений дает только один единственный корень. Тогда у нас получается, что первый корень будет равен a квадрат. Переносим вправо со знаком плюс. Тогда у нас получается, что a квадрат и минус a квадрат взаимно уничтожают друг друга. И тогда у нас получается, что первый корень должен будет равен 2a плюс 3. Далее находим второй корень. x второе находим вот из этого второго уравнения, которое тоже нам дает единственное решение. То есть один корень. Он будет равен a квадрат переносим в правую часть и приводим подобные слагаемые. Тогда у нас получается 2a квадрат минус 2a минус 3. Минус 2a минус 3. То есть получилось два корня. Мы их записали. Выразили их через параметр a. Так получилось. И теперь мы должны потребовать то, что нам известно по условию задачи. То, что должно выполняться по условию задачи. Во-первых, эти корни не должны быть равны друг другу. То есть x1 не равно x2. Вот начнем с этого. Ну или сразу запишем, что мы должны потребовать. Мы должны потребовать, чтобы корни были различные. То есть x1 не равно x2. И должны далее потребовать, кроме того, что они различные, мы должны потребовать, чтобы эти корни были одного знака. Как это записать в виде какой-то формулы? Можно это записать так. Если корни одного знака, то их произведение всегда положительное. То есть так и запишем. x1 умножить на x2 будет больше нуля. Кстати, вот в это условие входит еще и условие того, что корни не нулевые. То есть если хотя бы один из корней 0, то здесь будет не строгое неравенство. А у нас строгое. Значит отсюда следует. Вот из этого неравенства следует, что корни не нулевые. И то, что эти корни одного знака. Если оба корня отрицательные, то произведение отрицательных даст нам положительное. И если положительные, то тоже будет произведение положительное. То есть нам необходимо, чтобы выполнялось для вот этих наших двух корней, вот эти два условия должны выполняться. Начнем с вот первого условия. То есть x1 не равно x2. Как это нужно записать? Нужно для начала приравнять эти корни. А потом все решения исключить из возможных дальнейших наших решений. То есть сначала приравняем эти корни. То есть возьмем и запишем, что x1 равно x2. Тогда у нас получается... Приравниваем. Тогда у нас получается 2a плюс 3 равно 2a квадрат минус 2a минус 3. И теперь нам необходимо решить это уравнение. А затем решение, то есть все значения a, которые удовлетворяют этому уравнению, исключить из дальнейшего возможного будущего решения. Как решить? Переносим все, предположим, в правую часть. Тогда у нас получается 2a квадрат минус 2a минус 3 минус 2a минус 3 равно 0. Перенесли в правую часть все. Приводим подобные слагаемые. Получаем 2a квадрат минус 4a минус 6 равно 0. И делим обе части равенства на 2. Тогда получается a квадрат минус 2a минус 3 равно 0. Но у нас уже было такое уравнение. Вот оно. А квадрат минус 2а минус 3 равно 0. И корни получились a равно минус 1 и а равно минус 3. Но эти значения уже исключены. Вот а не равно минус 1 и а не равно минус 3. Вот здесь вот уже это учтено. То есть запишем, что отсюда следует, что а равно минус 1 и а равно 3. И теперь надо эти значения исключить. То есть а не должно быть равно минус 1 и а не должно быть равно 3. Чтобы корни не совпали. Но это уже учтено вот здесь. При рассмотрении третьего случая у нас это уже учтено. Поэтому дополнительно ничего, никаких изменений не произойдет. То есть вот этот вот интервал у нас остается. Почему? Потому что минус 1 и 3 вот здесь уже исключены. Идем далее. Теперь рассмотрим вот это неравенство. Произведение корней должно быть строго положительным. То есть мы должны записать эти корни. То есть первый корень у нас получается 2а плюс 3. Мы должны первый корень умножить на второй. А второй корень у нас равен 2а квадрат минус 2а минус 3. И потребовать, чтобы это выражение было строго больше нуля. Как решать? Можно решать по-разному. Можно разложить, например, левую часть на множители. И решить методом интервалов. Тогда нам потребуется найти корни вот этого квадратного трехчлена во второй скобке. Найти эти корни и потом разложить на множители по формуле. Вот коэффициент вот этот вот. Надо умножить на х минус х первое. Умножить на х минус х второе и так далее. То есть можно разложить сейчас на множители. Но сначала найдем корни вот этого квадратного трехчлена. Как найти корни? Можно, например, через дискриминант. Или даже лучше через d1. Почему? Потому что у нас коэффициент при первой степени переменной делится на 2. Поэтому найдем через d1. Тогда у нас получается d1 будет равно b на 2 в квадрате. Это единица будет. И минус ac. То есть получается минус 2 умножить на минус 3. То есть получается 3х2 6 с плюсом. Да плюс еще 1. Получается d1 равно 7. А значит а первое второе два корня будут иметь вид минус b на 2. Это получается просто единичка. Плюс минус корень из 7 разделить на коэффициент при первой степени. При а в квадрате. Получается разделить на 2. У нас получилось вот таких два корня. Далее. Теперь можно разложить на множители. Вот всю эту левую часть. Что тогда у нас получится? Тогда у нас получится в левой части следующее выражение. Кстати вот здесь вот тоже можно 2 вынести за скобки. Чтобы сразу увидеть чему равен корень для первой скобки. Ну раз уж договорились выносить. Тогда вынесем тогда здесь тоже. То есть 2 выносим за скобку. Тогда у нас получается в скобках а плюс 3 вторых. Отсюда видно, что корень один из корней будет равен минус 3 вторых. Почему? Потому что мы потом будем приравнивать каждый со множитель к нулю. Каждую скобку к нулю. Это получается один из корней будет минус 3 вторых. То есть уже видно. Далее. Умножить. Теперь разложим на множители вот этот квадратный трешлен. Это значит будет 2 умножить на скобку. И в скобках будет а минус первый корень умножить на а минус второй корень. А минус первый корень. А первый корень это единица минус корень из 7 разделить на 2. И умножить на а минус второй корень. Получается минус единица плюс корень из 7 разделить на 2. Далее. Все это больше нуля. Теперь решаем методом интервалов. Только здесь надо самое главное правильно расположить корни на числовой оси. Сейчас мы посмотрим, как это сделать. Изобразили числовую ось для параметра a. Далее, теперь посмотрим, какие у нас корни. Один из корней минус 3 вторых. Минус 3 вторых можно здесь записать сразу. То есть, получается, корни у нас тогда получаются a равно минус 3 вторых. Далее, следующий корень, вот из этой скобки, из второй скобки, у нас получается a равно 1 минус корень из 7 на 2. И третий корень у нас a равно 1 плюс корень из 7 на 2. Корень из 7 деленное на 2. Три корня. То есть, вот этот корень у нас минус 1,5. Я потом уберу. Сейчас примерно прикинем, чтобы посмотреть, как они расположены друг относительно друга. Минус 1,5. Далее, здесь что у нас получается? Корень из 7. Корень из 7 это примерно больше 2, но меньше 3. Почему же? Корень из 4 это 2, а корень из 9 это 3. Значит, получается, между 4 и 9 находится число 7. Значит, это число находится между 2 и 3 значения корня. Значит, получается, это примерно, если корень из 7 мы будем примерно прикидывать, это примерно будет где-то около 2,6. Ну, или 2,5 можно взять. Предположим, 2,5 берем. Тогда у нас получается, здесь единица минус примерно 2,5 или 2,6. У нас получается тогда минус 1,5 до разделить на 2. Это минус 0,75. Ну, примерно. То есть, примерно минус 0,75. Это мы так для себя запишем. И вот это значение примерно будет равно. Конечно, можно точно потратить время, точно сейчас сравнить эти два числа. Это несложно. То есть, берем минус 3 вторых, берем вот это число, отбрасываем знаменатели, потому что у них одинаковые знаменатели. И сравниваем число минус 3 с числом 1 минус корень из 7. То есть, вычесть можно по единичке из левой и из правой частей, потом добиться, чтобы положительные числа были, потом возвести в квадрат и так далее. То есть, это несложно. Далее. Так вот, второй, а третий корень будет примерно равен. Это примерно сколько у нас будет? Корень из 7. Это примерно 2,6. Прибавляем. Получается 3,6 разделить на 2. Примерно 1,8. То есть, примерно 1,8 с плюсом. Заметим, что эти корни находятся, вот первые два, находятся по разные стороны от числа минус 1. Для чего нам это нужно? А потому что вот мы должны еще сравнивать с какими числами? С минус 1 и с тройкой. Почему? Потому что а должно быть заключено именно в этих пределах. Минус 1 и 3. Таким образом, у нас получается, что самый маленький корень будет минус 1,5. То есть, так и запишем. Минус 1,5, минус 0,7. Наверное, я уже уберу. Мы запомнили это. Минус 1,5, минус 0,75 и 1,8. Примерно. То есть, мы это уже можем убрать. То есть, вот это я стираю уже. Нам это не нужно, чтобы место было. И теперь мы сразу изобразим эти корни на числовой оси. То есть, самый левый корень это минус 3,2 или минус 1,5. Минус 1,5. Вот здесь вот где-то покажем этот корень. То есть, этот корень минус 1,5. Минус 3,2. Следующий корень. Да, следующее число, которое нам понадобится. Хотя это потом. Вот этот интервал мы потом покажем. Значит, следующий корень. Это будет 1 минус корень из 7, деленное на 2. То есть, вот где-то здесь покажем следующий корень. Все эти точки выкалываем, потому что знак неравенства строгий. Получается 1 минус корень из 7 разделить на 2. Ну и самый большой корень вот здесь где-то. Это у нас самый большой корень. Это 1 плюс корень из 7, деленное на 2. Далее. Теперь покажем интервалы. Вот они наши интервалы. И расставим знаки. Крайний правый, так как а везде на первом месте, крайний правый с плюсом будет. Плюс, минус, плюс, минус. Что нас устраивает? Нас устраивает там, где плюс, потому что строго больше нуля. Это значит, нас устраивает вот эти промежутки. То есть, решение должно быть именно таким. Но данное решение, данные значения должны удовлетворять обязательно вот этому условию при рассмотрении третьего случая. Значит, а должно быть с другой стороны от минус 1 до 3. То же это мы сейчас покажем. То есть, покажем, что а должно быть от минус 1 до 3. Как это показать? Минус 1 мы уже выяснили, что минус 1 находится где-то между вот этими корнями. Потому что первый минус 1,5, а второй корень это примерно минус 0,75. Конечно, можно было точно сравнить, но это не обязательно. Так вот, где-то между корнями находится единица. Ну, предположим, вот здесь. Вот мы ее покажем. Вот она, минус 1. Выкалываем ее. И число 3. Число 3 находится, это правее, чем 1,6. Вот это число, это примерно 1,6. Значит, 3 это больше. Значит, число 3 находится правее. Вот оно, где находится число 3. И нас устраивает только то, что находится между вот этой минус 1 и числом 3. То есть, вот так я это покажу. Вот что нас устраивает. То есть, мы должны найти пересечение промежутков. А значит, тогда, после пересечения, нас устроит промежуток от минус 1 до первого корня. То есть, до второго нашего корня. Единица минус корень из 7. И от единицы плюс корень из 7. Вот мы пересечение находим. До числа 3. Таким образом, в ответ... Теперь можно уже записать ответ. Значит, таким образом, мы должны в ответ записать вот эти объединения этих двух промежутков. То есть, пишем ответ. Ответ. А принадлежит... А принадлежит промежутку. От минус 1 до 1 минус корень из 7 разделить на 2. Объединяя с промежутком от 1 плюс корень из 7 деленное на 2 до 3. Не включая число 3. Задача решена. Продолжение следует... Продолжение следует...